Добро пожаловать на канал, где мы обсуждаем ипотеки и недвижимость. В сегодняшнем видео я хочу обсудить, как же купить дом, с чего начать. Так как я обнаружила, что многие не знают даже, с чего начать. Они в стране недавно хотят купить дом и не знают, с чего начать, так как процесс тут не такой, какой он в других странах СНГ или вообще в других странах. Он отличается. Я, наверное, запишу несколько видео по этому поводу, чтобы они не были длинными. И в этом видео я начну с самого начала. Вы захотели купить дом, вам нужно купить, вам нужно взять ипотеку. В этом случае я не обсуждаю, если вы покупаете за наличные, потому что там все намного проще. Вы просто можете идти и выбирать дом, если у вас есть наличные. Но если вам нужно взять ипотеку, купить дом, мы начинаем этот процесс с предварительного одобрения. Я вам объясню, почему это так важно. Некоторые люди идут, выбирают дом и потом занимаются предварительным одобрением. Они обнаруживают, что они или не могут взять ипотеку вообще, или могут взять ипотеку на другую сумму, или их платеж месячный не тот, который они ожидали. То есть они потеряли время и расстроены, потому что они уже выбрали дом, они уже представили в голове, что они в него въезжают. И тут банк им говорит, что не так, как вы ожидали, другая информация. И теперь человек начинает процесс с самого начала, искать дом уже по критерии, по тому критерию, который вам подходит. Поэтому если вы хотите сохранить время и не расстраиваться, сохранить ваши эмоции, начните все с предварительного одобрения банка. Потому что ипотеку сейчас тяжело получить. Очень много критерий, по которым нужно следовать. Поэтому я именно занимаюсь получением ипотеки тоже, так как я понимаю, что это тяжело. И нужно принимать во внимание очень много моментов ситуации, особенно для иностранных жителей, которые переехали недавно, у которых нет 10-летней, 15-летней кредитной истории, у которых нет 10-летней трудового стажа. То есть там очень много моментов. В этом случае обязательно вам нужно в первую очередь поговорить с банком, чтобы все понять. То есть первое, что вы делаете, это звоните банку, идете к ипотечному банкиру. Я всегда говорю, если вы можете, взять рекомендации от того, кто уже прошел через этот процесс. Так как сейчас очень много ипотечных банкиров, и все вам могут сказать очень много информации, могут вам дать предварительное одобрение очень легко, но самое главное это получить ипотеку, закрыть и получить ключи от этого дома. Поэтому я не хочу, чтобы вы ошиблись, выбирая какого-то неизвестного ипотечного банкира, и потом ваша сделка провалилась. Такое очень часто бывает. Поэтому рекомендации на первом месте. Если вы не знаете, у вас есть real estate агент, спросите у него, что ваш real estate агент, скорее всего, имел дело с многими ипотечными банкирами, и он уже знает, какой имеет хорошую репутацию. Когда вы будете разговаривать с ипотечным банкиром, скажите ему, какой вы хотите, чтобы у вас был помесячный платеж, какой вы чувствуете себя комфортабельно. И это уже хотя бы поможет как-то ипотечному банкиру сопоставить цифры. Конечно, может быть такое, что ипотечный банкир вам скажет, подождите еще полгода, еще год, но тем самым вы уже будете знать, когда вы можете искать дом, какой, какой будет платеж, какая будет сумма. Тем самым, когда у вас уже вся эта информация будет, вы уже можете спокойно звонить вашему агенту, говорить, у нас есть предварительное одобрение от банка, от банкира, который имеет хорошую репутацию, так как это очень важно. Получили предварительное одобрение, звоните real estate агенту. Я всегда рекомендую иметь real estate агента, когда вы ищете дом. Вам это ничего не стоит. Но real estate агент, который имеет, опять же, хорошую репутацию, опытный, он вам сможет помочь выбрать дом, даже если вы его сами выбрали, там столько, много других моментов, где real estate агент может вам помочь, он может вам хорошую цену наторговать, то есть он вам скажет, окей, там другой дом продался за такую цену, давайте попробуем сбить цену. Или он вам скажет, нет, это хорошая цена, дом только что вышел на маркет, если вы хотите его не упустить, нужно предлагать цену, которую просят, чтобы купить этот дом, потому что цена на самом деле рыночная, и этот дом продастся. В зависимости от маркета, который сейчас существует, вы будете подписывать контракт. Вы его никогда не видели, вы первый раз покупаете дом. Real estate агент уже знает этот контракт, знает, какие моменты нужно учитывать в этом контракте, знает, какие даты будут стоять, какие у вас protection, то есть какие у вас contingency, защищенность, какая у вас в этом контракте. Иногда я слышу такие истории, когда люди просто теряют свой залог по глупым причинам, они просрочили свое время инспекции, или просрочили время оценки дома, и они не знали, что они имеют право забрать залог, они просто просрочили. Когда я у них спрашиваю, они говорят, ой, у нас не было агента, мы не думали, что он нам нужен. А если бы был агент, он бы вам сказал, так, сегодня последний день получить ваш залог, вы точно вас все устраивает в этом доме. Окей, тогда мы переходим на другую стадию. И уже вы закроетесь, и точно будете знать, с чем вы имели дело, что вы подписывали, какие у вас даты, какая у вас защищенность. Поэтому, первое, предварительное одобрение от банка, второе, реал-эстейт-агент, и находим дом. В следующем видео я буду записывать о том, что происходит, когда вы уже нашли дом. До скорых встреч, до свидания, Юлия Лысенко. Не забывайте подписываться на канал, я это иногда забываю говорить, и нажимайте на колокольчик, потому что я слышала в последнее время, вы даже и не увидите мое видео, если у вас нету этого активированного колокольчика на моем канале. До следующих встреч, до свидания, Юлия Лысенко.